МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаля. Самым важным к раннему часу в ближайшие 5 минут. Предприятие малого и среднего бизнеса поможет продолжить стабильную работу государства. Такую инициативу озвучил президент страны Владимир Путин в ходе обращения к жителям. Наша важнейшая задача, обращаясь сейчас ко всем работодателям, обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие 6 месяцев. Иностранных туристов стало больше приезжать в регион в прошлом году. Об этом рассказала Александра Тамашевич, президент Алтайской региональной ассоциации туризма. Больше всего в Алтайский край приезжали представители Казахстана, Германии и Китая, также и туристы из Чехии, Италии и Монголии. По мнению экспертов, число зарубежных туристов в 2020 году может сократиться. Среди причины пандемии коронавируса. Пенсионерам на карантине волонтеры помогут доставить продукты, лекарства и дрова. Алтайский край присоединился к общероссийской акции «Мы вместе». Как получить помощь и сколько заявок уже поступило, расскажет моя коллега Анастасия Борисова. Здравствуйте, Зоя Ивановна. Здравствуйте. Ваши продукты. Чек. Спасибо. На сумму 157 рублей. Да, 157 рублей. Я рассчитаю сразу с вами. Все хорошо. Зоя Ефименко, 82. На самоизоляции пенсионерка второй день. Продукты доставить некому. Вот и обратилась на горячую линию ОНФ. Волонтеры оперативно принесли хлеб, молоко и сметану. Вот это сегодня основные наши продукты, которые нам на сегодня и на завтра, допустим, не хватит. А потом уже решим вопрос. Мы решаем вопрос, каким образом их добывать. Такую помощь получают люди на самоизоляции старше 65 лет в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Волонтеры покупают и приносят продукты, лекарства и дрова. Оказывают юридическую и психологическую помощь. Перед выездом обязательные меры защиты. Сейчас мы проводим термометрию. Температура в норме. Можете идти. Спасибо вам. Ходить в магазин без маски и перчаток нельзя, чтобы не стать переносчиком инфекции. Строгих рекомендаций нет. Главное – желание помочь. Исследуют ему в Алтайском крае 2000 добровольцев. А от пенсионеров за 4 дня поступило 16 заявок. Мы оперативно реагируем на все обращения граждан, которые поступают на горячую линию федеральную, с тем, чтобы спускаться потом к нам в Алтайский край. Ребята отрабатывают. Происходит все достаточно оперативно. Оперативно отвечают на звонки волонтеры колл-центра. Если вам требуется помощь, звоните по номеру горячей линии или оставляйте заявку в мобильном приложении. Анастасия Борисова, Михаил Лифуншан. Новости. На этом у меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Ссылки на них вы видите здесь. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами и смотрите следующие выпуски новостей. Помните, смотря телеканал katun24, вы первыми узнаете о самом важном в жизни нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова